Ну что, добрый день опять всем работягам. Сегодня у нас такой быстрый, полезный рецепт, без всяких неполезных углеводов. То есть у нас сегодня белок, клетчатка. Что за белок у нас? Это черная треска, black coat, которую мы также приготовим в замороженном виде. И опять же повторюсь, она находится в индивидуальной упаковке вакуумной, что позволяет сохранять соки в рыбе. То есть если вы в морозилке что-то храните, и это не в вакуумной упаковке, то постепенно испаряется вода и продукт становится сухим. А благодаря вакуумной упаковке он сохраняет эти соки. Поэтому мы так смело можем заявить, что мы приготовим его прямо замороженным. Для того, чтобы вы могли сэкономить свое время, если вы пришли с работы, и вам нужно быстро накормить семью, либо сделать кому-то там, ну, накормить либо мужа, либо жену. В общем, по разным причинам это можно сделать очень быстро. Так, ну что, давайте вскроем его. Вот, очень удобно, порционно. Вот она так выглядит. Так, косточка здесь не чувствуется. В общем, что мы делаем? Опять же, берем салфеточку, протираем от лишнего льда, жидкости, чтобы меньше шипело на сковородке. Вот. И, я, смотрите, конечно, на видео, вот так обычно, там кисточки там мажут, вот так красиво рыбку там, да, там присаливаю чем-то. Ну, посмотрим в конце. Вот, сейчас все мороженое сейчас бессмысленно. Ну, и мы не мажем, потому что у нас масло на сковородке, и смысл его мазать. Вот наша маслица, вот рыбочка, смотри, вот так. Все, пошел жар. Стоит сильный огонь, но я сейчас поставил на минимальный. Все, и мы ждем, пока она обжарится. Ну, что, приступаем к спаржи. Вообще, мне нравится вот толстая спаржа. Я не люблю эту тоненькую, такая молодая, ее называют еще мини-спаржа. Не знаю, почему не люблю, мне кажется, вот такая спаржа намного вкуснее. Вот, но что надо знать при работе спаржей? То есть, если мы хотим ее обжарить, просто там, да, там на сливочном масле, то мы не забываем, что вот эти вот части, вот у нее стволовые, они жесткие. И поэтому, либо мы их счищаем экономкой, либо мы можем просто отрезать. Так как у нас очень быстрый ресепт, мы не будем чистить, просто срезали и убрали. Все, с этой частью можно уже дальше работать. Что еще нужно помнить? Если вы хотите подготовить спаржу для жарки, вы можете кинуть ее в воду и отварить, но в течение максимум двух минут. Две минуты, а то можно и полторы. Не больше двух минут на отварку. И после этого можете ее быстренько обжарить. Будет нормально. Она не будет полностью приготовлена. Вот, но также можете и приготовить ее в сыром виде. Пока у нас жарится с вами наша черная треска, мы дождемся того, чтобы треска была готова наполовину. И после этого отправим спаржу в эту же сковородку. Добавим сливочного масла, соль, перец и будет все очень вкусно. Так. Опля. И на другую сторону. Бат, почти, почти. Еще раз. Да. Все. У нас рыба наполовину готова. Отправляем туда спаржу. Добавляем сливочного масла, соли. Добротный кусок сливоча. Присаливаем спаржу, присаливаем черную треску. Немножко перца. И продолжаем готовить. Так, ну что, добавили белого вина, только что. Вот, рыбка почти готова. Почти готова. Ей бы осталось там буквально прям реально две минутки. Вот, сейчас мы попытаемся еще раз перевернуть на другую сторону. Ну, да. Кожа сошла, но не страшно. Так, ну что, да. Рыбка готова. Смотрите, красивый цвет, спаржа обжарена. Все, мы все это переносим на тарелочку. Сковородочку так вниз направляем, чтобы жирок весь стек. Поддеваем нашу рыбку. Ой-ой-ой-ой. Ребята, ребят, сейчас, 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 сейчас все будет. Сейчас все будет. Момент. Мы сохраним. Ладно, не будем убирать жир. Ладно. Окей, берите побольше лопатку. Кладем сюда. Если у вас произошло то же самое, и чтобы муж не заметил или жена, просто так вот, вот. Вот так вот присасываем. Все. Убираем лишнюю, лишней шкварки. Достаем спаржу. Кладем тоже рядом. Так, ну и что, последний штрих. Сливочное масло есть, кислинка от вина есть, немножко петрушки. И последний, завершающий штрих. Так как есть петрушка, мы добавим сюда масло зеленого от петрушки. Ребят, потрясающее блюдо. На самом деле не страшно, правда. То есть, мы видим, что текстура самой рыбки, вот смотрите, вот я надавливаю, да, она не вырули, как сильно сухая. То есть, реально рыба сочная до сих пор осталась. Поэтому не бойтесь готовить ее замороженной. Если вы хотите что-то быстро приготовить. Ну а с вами был я, Владислав Елькин. Увидимся с вами в следующий раз.